из неприятных состояний. Поэтому мы тему здоровья сейчас освещаем все больше и больше. И вот на нашем канале мы говорим и о здоровье, и мы говорим о других сферах жизни, потому что здоровье неразрывно связано с взаимоотношениями. То есть, как я всегда говорю на всех своих курсах, все четыре сферы, они всегда важны. Я не устаю повторять эту тему, что первое – это здоровье. Причем здоровье, оно многоплановое, оно содержит в себе огромное количество разных направлений. То есть, в первую очередь, мы обращаем внимание на состояние здоровья физиологического нашего. То есть, болит, не болит, есть воспаление, нет воспаления, есть температура, нет температуры, есть давление, нет давления, болит сердце, не болит сердце и так далее, болит спина и масса всяких вещей. То есть, физиология, которая явно, когда она имеется, она мешает нам жить. То есть, если у нас есть боли в спине, мы не можем поднимать какие-то тяжести, не можем совершать какие-то движения. Если у нас есть боли в сердце, моментально поднимаются страхи. А что со мной происходит? Если у нас артериальное давление, мы начинаем бояться, не произойдет ли у нас, не дай бог, не с нами инсульт и так далее. То есть, физиологическая тема, она стоит на первом месте. Любой человек, любой человек подключается к своему физиологическому состоянию. То есть, если у него там есть боли, если у него есть какие-то проблемы, если у него есть проблемы в дыхании, если у него есть насморк, если у него есть кашель, если у него есть какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом, это мешает ему нормально функционировать. Второй аспект здоровья – это здоровье эмоциональное. Причем эмоциональный аспект здоровья, он настолько тесно связан с физиологическим, И мы даже иногда не знаем, насколько эмоции влияют на наше здоровье. Есть такая фраза, что эмоции – это застывшие, окаменевшие эмоции и замерзшие установки, они вызывают неизмеримо огромные разрушения в наших внутренних органах. Поэтому, как мы не можем запускать нашу физиологию, какие-то проблемы, связанные с физиологическим состоянием, так нам совершенно серьезно нужно относиться к нашим эмоциям. То есть, если у нас мы испытываем сегодня раздражение, завтра злость, послезавтра ненависть, потом страх, потом надо обращать на них внимание и прислушиваться к ним, потому что эмоции всегда приходят в нашу жизнь для того, чтобы чему-то нас научить. Они являются очень серьезными учителями, и поэтому на них тоже надо обратить очень серьезное влияние. Настроение относится тоже к сфере эмоций, но оно как бы не совсем так остро проявляется. То есть, человек может быть грустным день, два, три, ничего страшного сегодня, неделю я грустный. Это не эмоция, которая действительно может иметь огромную силу и разрушать работу внутренних органов. Состояние наше ментальное, то есть, состояние наше мыслительное. О чем мы думаем? Какие мысли проходят у нас в голове? Какие мысли у нас застревают в голове и не проходят, а спускаются вниз, присоединяются к эмоциям и оказывают разрушительное действие на нашу физиологию и здоровье? Из этого выходит наше состояние, наш успех или неуспех. То есть, все это складывается в здоровье вот такое ментальное, то есть, психическое здоровье, здоровье эмоциональное и здоровье физиологическое. Это влияет на следующий аспект жизни, на наши взаимоотношения. То есть, если мы больны, если мы все время хнычим, если мы все время недовольны, если мы все время злимся, если все время отрицательные мысли у нас идут и не дают нам видеть чего-то положительного в жизни, то это нарушает любым образом наши взаимоотношения. Взаимоотношения в семье, взаимоотношения с близкими, взаимоотношения с коллегами. И, как следствие, это приводит к разрушительным последствиям в нашей финансовой сфере. В финансовой и профессиональной сфере мы можем получить увольнение, мы можем потерять работу, мы можем не найти себя на новом рынке труда, мы можем потерять деньги. Таким образом, оно идет и, в конце концов, приходит к четвертой сфере, как бы притворение себя, своего предназначения в жизни. Все это, так сказать, разрушается, и жизнь летит в тартараре, что говорится. Поэтому очень важно сейчас обратить внимание на здоровье, потому что от фундамента, который мы построим, фундамента своего здоровья, будут зависеть и все остальные сферы нашего жизни. И поэтому нам сейчас важно на это обратить внимание и посмотреть, какие методы у нас есть для того, чтобы укреплять наше здоровье. Вот у нас в этом случае есть великолепная вещь, которая строит фундамент нашего здоровья. Это вот масла, которые мы применяем в семье. Например, возьмем, для примера я возьму очень простую вещь, я возьму лаванду, которой нет человека, который не знает лаванду. Ну, совсем человек, который, так сказать, никогда ничего не читал, ничем не интересовался, он может не знать, что есть лавандовое масло. Вот лавандовое масло, оно имеет такой широчайший спектр применения. То есть если я вот открою, я все время удивляюсь, когда я открываю эту нашу аппликацию, с которой мы работаем. И я вижу лаванду и вижу широчайший способ применения этого масла, что просто иногда удивляешься, как может одно масло давать столько эффектов, которые, по сути дела, решают очень много проблем. То есть список огромный, то есть это и аллергии, это и страхи, это и потеря аппетита, это аритмия, это расклероз, и укусы, и пузыри, которые образовываются, и ожоги, и успокоение, и концентрация внимания, и разные спазмы сосудов, и спазмы мышц, и депрессия, и так далее, и так далее, и так далее. Список бесконечен, бесконечен, то есть одно масло, все время у меня дети смеются, они там рассказывают, у меня там такая проблема, я говорю лаванда, они говорят, только не говори, что лаванда, потому что не может лаванда лечить так много проблем. Действительно иногда кажется смешным, как может одно масло лечить такое количество проблем. А действительно энергия лаванды, она сильнейшая, то есть она помогает нам и как экстренное средство, когда надо оказать неотложную помощь. Причем я для себя лично увидел, что лаванда не только применяется при повреждении кожных покровов, она великолепно действует при травмах, которые без повреждения кожных покровов, то есть какой-то сильный удар. И мы наносим лаванду, и буквально через 2-3 минуты боль уходит, и не возникает ни синяк, ни отек. То есть я проверил это на себе, была такая ситуация, что крышка тяжелого стола не была прикреплена к ножкам, мне надо было проводить лекцию, я поставил на этот стол и компьютер, и проектор, и все это сорвалось, все это упало, и острым краем оно мне упало на ногу, и через обувь, по косточке ударило по ноге. Боль была сильнейшая, то есть мне моя супруга предложила капни лаванды, я говорю, какая лаванда, лаванда, если есть такая травма какая-то открытая, я попробую, что ты теряешь. Оставалось 5 минут до того, чтобы я начал лекцию по косметологии, в ароматерапии, я снял обувь, накапал 2 капли лаванды, моментально я забыл через 5 минут, что была боль, когда вернулись домой, там не было даже никакого следа от удара. Удар был сильнейший, крышка стола была очень тяжелой. Так что широчайшее применение той же лаванды, причем на эмоциональную сферу, лаванда действует великолепно, и у нее есть еще одно свойство. Лаванда помогает нам выражать себя, то есть если мы посмотрим с точки зрения эмоций, она одновременно и успокаивает, и открывает способность к самовыражению. То есть человек может, то, что он, допустим, как-то не мог сказать, каким-то образом он не мог находить слова, не мог найти фразы, и он применяет лаванду, намазывает ее на обувь горла, и вдруг у него что-то открывается. То есть эта лаванда вместе с садовой мятой, они применяются для лекторов, для того, чтобы люди могли найти нужные слова, когда они проводят какую-то презентацию или лекцию, наносят смесь, одну каплю лаванды, одну каплю садовой мяты, и вдруг у них открывается, как говорят, второе дыхание во время бега, также у них открывается второе дыхание во время плавной, зажигающей речи. То есть вот такие вот вещи. То есть мы все время для себя в эфирных маслах находим все новые и новые применения. В наше время очень актуально поддерживать нашу иммунную систему. Смесь OnGuard – это смесь, которая содержит очень сильные масла. Это там и розмарин у нас есть, и дикий апельсин, у нас там есть и эвкалип, и так далее. Гвоздика есть у нас, корица – это те масла, которые поддерживают нашу иммунную систему. То есть сейчас в данный момент нам надо не только там применять все средства, о которых нам говорят, то есть, естественно, мы должны придерживаться и режима, и мы должны носить маски, и мы должны соблюдать дистанцию, и мы не должны находиться в местах скопления народа, чтобы не подхватить разные варианты того же вируса. Но мы не должны забывать о том, что мы должны укреплять свою иммунную систему, которая, по сути дела, должна защищать нас не только от разных вариантов, а вообще от любого патогена, который входит в нашу жизнь. Еще одна вещь. У нас получилась такая возможность великолепная, то есть использование масок как личного диффьюзера. И поэтому, когда мы наносим, я наношу смесь OnGuard вместе с лимоном и с ладаном, я наношу это в виде спрея. То есть, если даже у меня кончается бутылочка спрея, я делаю заново весь этот состав, делаю, значит, на 30 миллилитров спирта, смешанного с водой, что тоже является одним из средств защиты, потому что мы протираем руки спиртом, алкогелем или другими спиртовыми составами. То есть, я это делаю на спирте вместе с водой, чтобы он получился 70%. Я добавляю где-то 10-15 капель OnGuard, 5 капель лимона, допустим, 5 капель ладана. Все это я смешиваю, сбалтываю, и я это брызгаю на маску. Причем и снаружи, и изнутри. И таким образом я получаю личный диффьюзер, с которым я могу ходить везде и чувствовать себя каким-то образом защищенный, потому что иммунная система, она получает этот состав, эту смесь эфирных масел, и как бы возникает процесс ее укрепления. То есть, это очень сложный момент. То есть, я не хочу входить в научные подробности, каким образом идет укрепление иммунной системы, поддержка иммунной системы. Ну, вот один из способов, так сказать, использования той же маски, которую используют все, но она идет в усиленном режиме, потому что в ней есть сильные эфирные масла и запахи, которых проникают в дыхательную систему, в иммунную систему, в кровоток, и улучшают все функции нашего организма. Вот такие вот вещи, которые мы можем применять, и это становится все более и более актуальным. То есть, я хочу, так сказать, завершить свое выступление тем, что мы изучаем все аспекты эфирных масел, и что они могут сделать для нас и во всех сферах нашего здоровья, и во всех остальных сферах жизни. Это становится все более и более актуальным, и актуальность этого будет возрастать с каждым месяцем, я думаю, что с каждым годом, потому что люди сейчас приходят к выводу, что надо самостоятельно, как есть пословица «спасение утопающих, дело рук самих утопающих». Вот, видимо, эту фразу надо понять, что глубину этой поговорки, и начать изучать, каким образом мы можем что-то сделать сами для себя. Всегда я говорю на всех своих курсах и на семинарах, различие между эгоизмом и любовью к себе. Определение очень просто, и мы никогда не запутаемся, мы в данный момент побуждены эгоистическими, какие-то у нас есть побуждения. Или мы любим себя. То есть любовь к себе – это когда мы себе делаем хорошо, а эгоизм – это когда мы требуем от других, чтобы они нам сделали хорошо. Поэтому каждый человек может усвоить эту истину, то есть взять эти две пословицы «спасение утопающих, дело рук самих утопающих» и «любовь к себе» – это когда мы делаем себе хорошо, то есть когда мы укрепляем сами свое здоровье, когда мы улучшаем свои взаимоотношения, когда мы улучшаем свой профессионализм в развитии нашего бизнеса, нашей работы, нашей профессии. И таким образом мы используем по максимуму эфирные масла, потому что в них заложен колоссальный потенциал для нашей продуктивности, нашего роста и нашего здоровья. Спасибо всем. Спасибо большое. С нами был доктор Михаил Константиновский, невролог по образованию, также специалист по китайской медицине, и 22 года он занимается еще ароматерапией. Спасибо большое Михаилу за очень полезную информацию. И следующий наш выступающий, наша любимая, тоже любимая наша, Лизавета Очередько, кандидат медицинских наук, замечательная женщина, хороший лектор, и тоже 20 лет занимается вплотную ароматерапией. Лиза, вам слово. Добрый вечер, дорогие друзья. Я рада всех приветствовать. Я включила чат, вы можете задавать мне вопросы. И я благодарна доктору Михаилу Константиновскому. Я с таким удовольствием послушала. И, конечно, я хотела сказать о комплексном воздействии эфирных масел, о том, что это воздействие на эмоции. Но Михаил так великолепно об этом сказал, что это наше чувство, что это наше тело, что это наше отношение. И с помощью эфирных масел мы можем гармонизировать отношения. То есть это то, с помощью чего мы можем чувствовать себя комфортно, мы можем чувствовать себя защищенными. И я хотела бы вернуться вообще к истокам. Я хотела бы вернуться к природе. И вот здесь сзади меня такая картинка, замечательное море. И если кто у нас не в Израиле, то вот полюбуйтесь на такой пальмы, на море. И природа – это такое чудо, которое создало все абсолютно для того, чтобы мы были здоровы и счастливы. Кто создал это чудо, ну, мы будем это благодарить. Кто вообще за нашу прекраснейшую планету. Так вот, растения себя защищают. Они защищают себя. И если взять воздух в лесу, вот недавно у меня разговор был с восьмилетним внуком, и он мне говорил, да, воздух чистый, на улице там он такой-то. Я говорю, а скажи, а почему он чистый? Почему он в лесу? Вот мы идем в эвкалиптовая роща. Почему ты считаешь, что воздух… За счет чего он чистый? Меня так смотрят, говорят, наверное, растения. Я говорю, точно, растения. Потому что растения выделяют для своего выживания, они выделяют эфирные масла, чтобы защитить себя, защитить от тех же вирусов, бактерий, от тех же паразитов, от тех же грибов. Они и дают нам вот это чудо природы, которое компания Дотера смогла воспроизвести в первозданном виде, потому что очень важно качество эфирных масел. Так вот, если взять воздух в лесу, то он или эвкалиптовая роща, или кедровый лес, сосновый бор, там всего нашли 5 микробов, 5 микробных тел в одном метре кубическом. За счет чего? За счет эфирных масел, которые являются теми же спиртами, альдегидами, кетонами, которые обладают вот этим дезинфицирующим действием. И воздух человечества сколько этим пользуется? Вот скажите, всегда. И мы всегда с вами идем в лес. Нам там хорошо, нам комфортно. Почему? А потому что воздух в лесу, потому что, во-первых, эфирные масла ионизируют воздух. Ионизируют и озонизируют воздух. А что такое ионизированный воздух? И скажите, кому нужен ионизированный воздух? Напишите в чате, пожалуйста. И если я вас спрошу, что значит ионизированный воздух, это значит, что кислород легко поступает нашим клеточкам, нашим тканям, и организм не испытывает кислородного голодания. Так вот вопрос, кому нужен кислород? Можем ли мы жить с вами без кислорода? Нет, конечно. Можем ли наши клетки? Могут ли вообще? То есть мы настолько завязаны с растениями, то, что мы с вами выделяем углекислый газ, растения потребляют его, синтезируют. И синтезируют с помощью энергии солнца, энергии воды, энергии самого растения. Они дают нам вот эту жизнь. И жизнь, наша жизнь без запахов вообще невозможна. И если кто-то, у кого-то терялось обоняние, то, соответственно, многие говорят, что теряется вообще ощущение восприятия мира, восприятия жизни. Теряется вкус, извращается вкус, ну и так далее. И растениям еще зачем нужны эфирные масла? Для привлечения тех же пчелок, тех же бабочек, для размножения. Поэтому и партнера-то мы выбираем с вами по запаху. Я вам хочу сказать, для меня вообще восприятие человека запаха является маркером. Мне с ним дальше продолжать, либо вообще этот человек, ну это не мой человек. Если он так же точь, тонко воспринимает запахи, это для меня ощущение того, что этот человек готов. Он готов к высоким вибрациям. Потому что эфирные масла – это самые высокие в природе структуры, которые имеют самые высокие вибрации на планете Земля. Самые высокие вибрации. И доктор Михаил говорил о лаванде. А лаванда имеет 119 МГц вибрации. Эта роза имеет 320 МГц. Наши клетки имеют частоту вибрации 62-78 МГц. Клетки мозга имеют частоту вибрации 80 МГц. А клетки мозга гения имеют частоту вибрации 90 МГц. Ну вот, по-видимому, они так все это быстренько исславливают. Ту информацию, которая есть на нашей планете, которая идет нам. Поэтому я воспринимаю вообще эфиры как жизнь. И когда я впервые почувствовала запахи, я поняла, мне этого не хватало в жизни. А мы с вами все как-то пользовались какими-то запахами. Но важно, конечно, качество. И я благодарна Игорю за то, что он меня пригласил в компанию. И здесь масла, которые удовлетворяют меня полностью по качеству эфирных масел. Так вот, актуальность. Актуальность – это жизнь. Это жизнь. И эфиры, Михаил уже сказал, повышают выработку нашей иммунной системы. Т-лимфоцитов, Б-лимфоцитов. Это все доказано. Это все есть. И с помощью эфирных масел мы можем очистить организм. Я занимаюсь вот этими марафонами вот с января месяца. Вы все прекрасно знаете, что я веду этими марафонами по очищению организма. И те результаты, которые получают люди, меня просто вдохновляют. Но в первую очередь меня вдохновляют свои собственные результаты. И я просто рада, потому что такого качества эфирных масел, ну, возможно, где-то есть. Но если вот, допустим, проверяли все компании, всего три компании в мире удовлетворяют вот самым высоким стандартам качества. В чем же, почему я вот, чем я, я расскажу, чем я пользуюсь. Чем я пользуюсь, и это, конечно же, ладан. Это ладан, ладан франкенсес, это король эфирных масел. Вот у меня вот то, что на столе сейчас, это король. И знаете что, я все время перехожу на клеточный уровень. И, конечно же, вот у нас есть лекции по действию эфирного масла ладана. Вы можете посмотреть их у меня на канале, на YouTube. Вы можете посмотреть на Instagram. Ну, что меня потрясает, то, что это, то, что это дали младенцу Иисусу Христу, ладан, миру и золото преподнесли волхвы. Сейчас известно действие ладана, то, что он восстанавливает ДНК клетки, что вообще это потрясающе. И если он не может восстановить ДНК, он эту клетку уничтожает, апоптоз. Поэтому вот это вот такая вещь. И то, что в компании всегда на Новый год нам ладан идет в подарок, ну, я думаю, не просто так. Потому что есть особые условия, есть промоушены, когда ладан дается нам. И мы знаем, что это очень высокие вибрации, которые восстанавливают нашу душу, наши эмоции, наше тело, которые дают возможность и быть прекрасным, плюс еще косметическим хирургом. Это то, что подтягивает кожу. И здесь говорить о ладане, ну, если ты, есть только истории про ладан, когда люди не рассказывают. И вообще с деменцией, как ни одна женщина не рассказала, у нее отец был в состоянии, когда он вообще даже глотать не мог. Он не узнавал людей. Он не... То есть здесь в Израиле у нас. Он вообще не реагировал, мочился под себя. Все, он говорит, ну, что делать, что делать? Я говорю, рот, он воду пьет, ну, воду пьет. Он говорит, открывайте рот и капайте ладан под язык. Как часто? Я говорю, вот как ты рядом с ним, так и капай. Проходит несколько дней, он стал разговаривать, он стал говорить, он стал... Вы знаете, это то, что... Вот таких историй очень много, очень много. Потому что здесь воздействие на клеточные структуры, а в клетки нашей центральной нервной системы проникнуть могут только через гематоэцефалический барьер, только эфирные масла, имея низкую молекулярную массу и высокую проникающую способность. Поэтому вот это то, что есть... Вот знаете, прям вот настолько люблю ладан, настолько им широко пользуюсь. И, конечно же, вы знаете, палочка-выручалочка – это дзен-пищеварение. Дзен-пищеварение. Я никогда не еду никуда без дзен-пищеварения. Никогда. Вдруг кому-то станет плохо. Это дзен-пищеварение можно снять и тошноту. Второе. Если вдруг какая-то кишечная инфекция, которой мы даже не знаем, чем она может быть вызвана, снимает, вот напишите, пожалуйста, в чате, кто уже получал результаты при дзен-пищеварении. Я уверена, что таких людей огромное количество. Огромное количество. Потому что это такая палочка-выручалочка. И она выручает и детей в нашей семье. Вот много внуков – это дети. И нас выручает, и моих детей, моих сыновей. И знакомым просто это состав, который мгновенно восстанавливает вообще работу пищеварительной системы. Если это диаре, то это гарантированно. За счет чего? За счет синергии эфирных масел. И в компании Дутера научный отдел, который разрабатывает эти формулы. Вот Игорь знает, все знают. Я когда смотрю на те формулы, которые есть, которые состав, я говорю, боже, ну настолько грамотно составлено. Все формулы запатентованы. Одно действие масло усиливает действие другого масла. Поэтому вот это нужно, вот я уверена, сто процентов в каждой семье, вот в каждой семье. Если вдруг тошнота, если это маленький ребенок, ну разведите вы капельку на столовую ложку любого растительного масла натурального, намажьте ему животик, намажьте стопочки. Очень быстро идет всасывание, буквально через три минуты эфирные масла находятся у нас в крови за счет этой высокой проникающей способности. И они уже начинают работать. А здесь в дзенпищеварении есть тимьян, который по дезинфекции, а у нас за этиницу дезинфекции принято фенольное число, фенольный коэффициент. Это карголовая кислота. Так вот тимьян в 25 раз сильнее карголовой кислоты по действию. Это фантастика. Вот таким же действием владает оригана, которая есть у нас в семейном докторе. Вот это действие, которое вот сейчас хотелось бы мне показать вам. Я сейчас покажу, покажу. Я вам сейчас покажу фотографию, не знаю, увидите вы или нет. Это действие оригана. Когда хочешь, быстро. Так вот ты не знаешь. Ладно, сейчас я найду. Буду вам говорить. Это женщина. Смазывала. Никто не верил, что у нее были вот-вот-вот. Вот такая папиллома. Видно или не видно, не знаю. Наверное, не очень видно. Нет, Лиз, Лиз, не видно, потому что это задний экран, поэтому это не видно. Не видно. У нее была огромная папиллома в течение многих лет на левой щеке. Если надо, я могу это выставить в группе. И вот все с скептицизмом относились к тому. Это она была на все плюс на программе очищения. И я посоветовала ей чистым орегано обрабатывать вот эту вот папиллому. Ну, это прям большая такая вот. Очень аккуратная зубочистка. И потому что это масло горячее фенольной группы, чтобы не обжечь кожу. И пять дней все ахнули. Вот прям фотографии передо мной, что это сошло. Знаете, вот такой вот результат. И орегано плюс еще можно в пищу. Ну, Игорь вообще об этом рассказывает. Арома-шеф – это его. И пусть он, если хочет, сам расскажет. Поэтому здесь это настолько необходимая вещь. И вот сейчас, вы знаете, кому нужна вот сейчас защита? Так вот, на страже онгард. Онгард – это на страже. Это смесь эфирных масел, которая действительно нас защищает. Сегодня я была у одной знакомой. Она, ты корону, говорит, боишься? Я говорю, чего ее бояться? Вирусы они везде всегда были, есть и будут. Она, я говорю, у меня есть защита. Она говорит, а что у тебя за защита? Я достаю эфирные масла. Ну, у меня был с собой лимон. У меня был дикий апельсин. И еще что я делаю? Вот Михаил, он брызгает спрей на этот. Я делаю вот такой же спрей, вот 30 миллилитров. Можно с таким составом. Я дезинфицирую, если я в машине. Да, это все прекрасно. Можно дезинфицировать все, что угодно. Но я беру маску, да, и я капаю одну капельку. Ну, знаете, я ангард не капаю. Я беру либо лимон, либо дикий апельсин. Вот так буквально одну капельку, ту единственную. И маска у меня – это защита. Это повышает мой иммунитет, улучшает настроение. И это защита. Если это маленькие детки, конечно, капли будет много. Это однозначно. Поэтому можно взять зубочистку, вот тот же лимон, который есть у нас в семейном докторе, опустить в пипеточку, опустить и несколько штришков сделать по маске. И это вообще потрясающая вещь, которая и пахнет приятно с одной стороны, а с другой стороны – это противовирусная защита. Потому что достаточно распыления в воздухе 15 минут цитрусовый, и это идет дезинфекция. Ну, кто будет сейчас этим? Когда этот вот лимон, сколько он там стоит? А в одной капле эфирного масла она эквивалентна 60-80 граммов чистого лимона. Смотрите, это природа дает нам вот эту защиту. Поэтому здесь, что сейчас актуально? В чем актуальность эфирных масел? Ну, я думаю, что модная болезнь всем уже на слуху, да? Ну, здесь актуально еще для поддержания нашего эмоционального состояния. Потому что, знаете, сегодня я впервые это услышала. Она говорит, что вот эта женщина, с которой я сегодня встречалась, она говорит, что у них знакомые где-то с 40-летнего возраста, с маленькими детьми, он за всю корону, он не выходит из дома. Он не выходит. Он дома ходит в маске. Женщина говорит, он с мамой разговаривает, и он в маске. Вы представляете, в каком психоэмоциональном состоянии находится этот человек? Это просто катастрофа. Мы видим на улице людей в масках. Да, я согласна, в закрытых помещениях, магазины, транспорт и так далее. Он с женой рядом едет, он в маске. Ну, постеснялась спросить, он спит тоже в маске или нет. Но, вы знаете, это катастрофа. Поэтому здесь эфирные масла помогут и защитят нас с одной стороны. С другой стороны, это мощнейшие антидепрессанты. И вот какие у нас антидепрессанты? Это эфирное масло лимона, которое является еще и защитой повышения иммунитета, которое улучшает концентрацию внимания, память. И здесь и дикий апельсин. Вот настолько я его люблю, дикий апельсин, который обладает теми же свойствами. Это лаванда, это лаванда, это лада, это смесь эфирных масел, это у нас эмоциональный набор аромотерапии. Это здесь смесь и прощения, смесь и спокойствия, и утешение смесь. Вы знаете, как раз это нужно сейчас, потому что вот эти страхи – это очень низкие вибрации. Очень низкие вибрации, которые притягивают такие же низкие вибрации. А вирусы, бактерии, грибы, паразиты – это низкие вибрации. И если человечество сейчас поймет, что мы своими эмоциями притягиваем подобное, с низкими вибрациями, страхи вот это, все прочее. Поэтому вот здесь эфирные масла, обладающие многокомпонентным действием, как раз помогут нам изгармонизировать свое эмоциональное состояние. Вообще я эфирные масла рассматриваю, как противовирусная программа в компьютере. Мы запускаем противовирусную программу, да, чтобы она выявила, почистила и так далее. А эфирные масла за счет высоких вибраций, они будут гасить низкие вибрации. Они будут действовать на те же бактерии, вирусы, паразиты, грибы, уничтожая, расплавляя их оболочку, действия на митохондрии, на их дыхание. И они прекращают свою жизнедеятельность. Вот представляете, здесь это будет вообще и защита, и успокоение, гармонизация. Это будет регуляцией всех систем, потому что мы вдохнули эфирное масло, вот буквально пару секунд, оно тут же поступило в мозг, тут же. И через 22 секунды идет сигнал всем нашим органам и системам. Поэтому идет сигнал по повышению иммунитета. Так вот, актуальность эфирных масел, я говорю только о маслах стандартизованного качества, гарантированного качества со соблюдением всех стандартов производства. А это компания Дотера. И счастье, что она есть по всему миру, и сейчас мы можем помочь огромному количеству людей. Я уже не говорю, это специфика, это специфика. То, что с помощью эфирных масел можно выявлять и скрытые психотравмирующие ситуации. И здесь с нами присутствует Стеллочка, да, это специалист, мощнейший специалист по психосоматике, психосоматике. Она тоже может много сказать, но как-нибудь мы ее пригласим к нам. И она выступит и скажет, что вот она, наше тело помнит все. И об этом говорил и доктор Михаил Константиновский. Смотрите, что наши эмоции влияют на наше тело. Наше тело влияет на наши эмоции. Наша атмосфера влияет. Здесь все, здесь все переплетено. Эти травмы и детские, и так далее, и так далее. С помощью масел мы можем вытащить это. Но это мастерская работа. У нас недавно со Стеллой был отличный семинар, на котором вот с помощью запаха мы прорабатывали, выявляли масла как катализатор. Так вот, вот это, вот это и есть актуальность. Любую сферу возьмите деятельности. Косметолог – да. Потому что это геропротекторы. Это то, что максимально омолаживает на клеточном уровне. Возьмите массажистов – да. Возьмите психотерапевтов – да. Возьмите психологов. Возьмите детскую проблему. Мы сейчас готовим семинар по работе с детьми, по нарушениям психоэмоционального состояния с детьми. Вот где-то в середине августа будет такой семинар. Вот Санечка Курьянович, мы с ней вдвоем будем проводить. Поэтому смотрите, какую бы сферу жизни мы с вами не взяли, эфирные масла впишутся. Они впишутся в любой дом. И с помощью диффузора мы можем сгармонизировать психоэмоциональное состояние. Они впишутся в нашу кухню, потому что это создаст запах, это создаст, придаст вкус. Потому что слюнки текут у нас на запах, только на запах. И центр вкуса, и центр питания, они рядом. Но это мы будем еще и повышать иммунитет. Поэтому вот у нас есть прекрасные занятия по арома-шефу. Эфирные масла впишутся и в душ, и в уход за кожей, и в волосах. То есть это вот что ни возьмите. Это везде сила природы. Вот сила в одной капле. Это сила с нами, и она нужна каждому человеку. Ну что, если есть вопросы, я с удовольствием отвечу. Вот, ребята, в чате пишите. Ну что ж, я, наверное, слово передам другому спикеру. Спасибо большое. Спасибо за внимание. И я высказала свое счастье. Я считаю себя очень счастливым человеком. Потому что 23 года тому назад я была на одном из семинаров по психологии. И я влюбилась в эфирные масла. И я считаю, что мне очень-очень крупно повезло. И вот такое же счастье мы можем дать огромному количеству людей, которые будут здоровы, красивы, молоды, энергичны, счастливы и защищены с помощью эфирных масел. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое, Лиза. Спасибо большое, Лизе. Замечательное выступление. С нами была лидер компании Дутера в звании золота, кандидат медицинских наук Елизавета Очеретика. И слово я хочу предоставить еще одной золотой женщине, тоже лидер компании Дутера в звании золота, доктор, который всю жизнь занимается медициной в Израиле, и работает до сих пор у нас, работает в поликлинике израильской, доктор Фаина Александрович. Фаина, вам слово. Можно включать микрофон и видео. Так, вот я Фаину вижу, но пока не включен микрофон. И с видео не включены. Так. Алло? Фаина, вы с нами? Вот что-то Фаина звонит мне за секундочку. Алло, Фаина? Я же открывал сделать с организатором. Сейчас еще раз сделаю, секунду. Фаина, вы можете включать микрофон? Сейчас включилось. Ага, и видео тоже, да. Вы, видимо, выходили, когда входишь, я делал с организатором. Ну, да. Я поняла. А вот камера у меня почему-то не включилась, потому что я не из своего кабинета, не из дома, и не включилась камера. Но я надеюсь, меня хорошо слышно. Я буквально несколько минут возьму внимание вашего. Да, слышно хорошо, замечательно слышно. Жалко, что не включена камера. Так, ну ничего, ничего. Она у меня не получилась. Вот, я очень извиняюсь. Я хочу сказать, во-первых, здравствуйте всем-всем-всем участникам конференции. У нас и, значит, наши братья-сестры в России и во всех странах, которые сейчас участвуют в конференции. Я доктор, действительно, семейный врач. Всю свою сознательную жизнь, вот уже к 40 годам, наверное, подбирается моя врачебная карьера. Я в Израиле работаю около 30 лет. Я работала немножко в больнице. И основную часть своей деятельности я работаю в поликлинике с семейным врачом. И я, в общем-то, в принципе, не совсем семейный врач. Я семейный врач, но мое направление и вера в то, что наш организм имеет возможность самоизлечения, самовосстановления. Если мы даем ему возможность, так сказать, даем ему энергию, помогаем ему, он может, в принципе, сам себя и лечить, и восстанавливать, и даже излечивать из тяжелых заболеваний. Я также являюсь врачом-консультантом в альтернативной медицине, в том плане, что я немножечко ориентируюсь во всей восточной медицине, китайской медицине конкретно. И до 4 лет назад я, в принципе, никогда не сталкивалась с эфирными маслами. Для меня это было просто открытие, как и, наверное, для части людей, которые сейчас слушают нас. Для меня было просто нереальное открытие, открытие эфирных масел. Я как-то слышала аромотерапию, но не касалась этого никогда. И вдруг я сейчас смогла… Алло? Я слышу? У меня слышат? Слышно, слышно, все хорошо. Я так прыгнула в это. И вдруг я обнаружила, что есть прекрасные, великолепные лекарства из природы, которые, в принципе, своем могут восстановить наш организм и дать ему энергию на восстановление и на излечение. Вы понимаете, в чем дело? Я вот недавно подумала такую вещь, что почему эфирные масла, они значительно эффективнее, чем лекарства. Я не говорю о тяжелых состояниях, я не говорю о тяжелых болезнях. Есть моменты, когда конвенциональная медицина нужна, необходима, а в экстренных ситуациях она действительно спасает жизни. И я ничего против нее не имею. Но я говорю про стандартную ситуацию, которая случается у нас в каждой семье, какие-то небольшие болезни, какие-то более серьезные болезни. Я вам сейчас приведу несколько примеров из моей клиники, как мы смогли с маслами вывести людей даже из тяжелых состояний. Вот. Но вы понимаете, что почему эфирные масла, мне кажется, намного могут быть эффективнее, чем лекарства? А вопрос очень простой. В эфирных маслах есть жизнь. В лекарственных препаратах жизни нет. Это сплошная химия, бесчувственная, с побочными эффектами. Все эти химические препараты, при всем желании, наш организм должен их чистить. Наш организм сталкивается с синтетическими веществами, которые он в принципе не может усвоить. И получается, что эфирные масла, которых наш организм принимает как что-то генетическое родное, давка этот момент просто потрясает. Мы дышим, мы берем внутрь, мы вдруг ощущаем совершенно другие энергии, когда мы берем эти масла. Потому что масла, как говорила только что Лизонька, масла с великолепными высочайшими вибрациями. Они поднимают вибрацию нашего организма. Таким образом, если в нашем организме есть паразиты, то есть не если они есть, практически у всех есть паразиты, есть бактерии, есть черви, есть все. И они действительно на низком уровне вибрационном находятся. Мы берем эфирные масла, мы поднимаем энергию организма, и они уже с нами справиться не могут, все эти сущности, которые в нас живут. И это первое. Второе, они обладают сильнейшими антивоспалительными процессами. Ну, начнем с того, прежде всего, почему эфирные масла настолько эффективны. И Лизонька наверняка это говорила. Вот. Несколько маленьких моментов, которые их превращают во что-то очень эффективное. Первое. Они действительно улучшают, уменьшают закисленность наших клеток, закисленность эритроцитов. И благодаря этому увеличивается количество кислорода, которое поступает в каждую клеточку, в каждую ткань. Когда больше кислорода приходит в мозг, в каждый орган, орган тут же может работать намного эффективнее, намного быстрее может восстанавливаться. И биохимические процессы, которые текут в нашем организме благодаря кислороду, они текут как надо. И старение идет, естественно, замедленнее, потому что организм не настолько окислен. И мы, я очень часто работаю вместе с доктором Лизой. То есть Лизонька, это нету слов, она мне иногда помогает помочь моим пациентам. И мы делаем, она делает потрясающие проверки. И мы видим на глазах, как люди берут эфирные масла, у них закисленная кровь. Они дышат, и через несколько минут эритроциты расклеиваются, кровь начинает течь. Потому что у нас очень у многих кровь закисленная и еще и медленно текущая, потому что мы недостаточно пьем очень часто. Очень много токсинов, всего этого. И мы видим, как эфирные масла, такое масло, как заэндокрин, которое мы даем, и лимон, и бергамот. Любое, в принципе, масло, оно тут же расклеивает эритроциты, начинается процесс очищения организма. А когда организм наш, в общем-то, очищен, то уже это как взять глоток воздуха. Ты не можешь взять хороший глоток воздуха, не можешь, не можешь, и совсем по-другому себя чувствуешь. То же самое чувствует наш организм, когда он очищается. Это как глоток свежайшего воздуха, приходящий нам в организм. Кроме того, ведь благодаря вот этому высоким вибрациям эфирные масла очень позитивно влияют на нас, не только на физическое тело, но и наше духовное состояние. Они великолепно влияют на нашу память. Они великолепно влияют на настроение. Они великолепно влияют на наше внутреннее ощущение, на наше самосознание. На все практически, на все абсолютно эфирные масла влияют потрясающе. И они, естественно, актуальны именно в наш период. Всегда они были актуальны. Они были актуальны тысячи лет назад. Они были актуальны всегда-всегда. Да, сейчас тем более, когда мы находимся очень часто в экологически нечистой среде, где у нас совершенно нечистый воздух, где у нас очень часто продукты с химией и не совсем чистый, где у нас есть очень много стресса. А последний год я уже не говорю о нем совершенно. Вот я не хочу, я могу тут говорить часами, я не буду вас сильно задерживать. Я хочу, можно говорить много, а можно привести несколько примеров. Вот я хочу вам привести несколько примеров, которые у меня в клинике были. Вот у меня сейчас конкретно, у меня был случай и не один с онкологическими людьми, больными онкологией, да. Вот. И хочу вам рассказать такую историю. Пожилая женщина пришла ко мне, в общем-то мы выяснили быстро, что у нее онкология была, так сказать, по женской линии, с метастазами по всему, в общем-то, животу и печени, и все. И вот дети пришли ко мне, стали советоваться, чтобы нам сделать, как добавить, как помочь ей. Потому что она не способна уже не кушать, она без аппетита, она очень снизила вес, она с болями. В общем, мы решили добавить ей немножечко эфирных масел, понимая, что помешать им не могут, тем более мы знаем о потрясающем воздействии некоторых масел на восстановление клеток, это франкинсенс, это сандаловое дерево, очень много антионкологических масел, которые работают очень хорошо в этом плане. И я тогда предложила им пользоваться эфирными маслами. Зенгеста мы мазали живот, она принимала внутрь франкинсенс, еще, что это было еще? Мы сделали капсулки, что она утром принимала несколько эфирных масел, и в течение буквально нескольких дней она начала, во-первых, лучше себя чувствовать, у нее ушли боли, у нее появился аппетит, она начала есть. Она стала восстанавливаться. Очень удивительно, это было настолько быстро, что пришли ко мне через несколько дней и говорили, что, может быть, мы скоро вылечимся, потому что состояние настолько улучшилось, она начала кушать. Первый раз за два месяца она встала на ноги, начала двигаться, у нее появилось настроение, она увидела, что ей лучше. В общем, была невероятно хорошая динамика. Но, к сожалению, получилось так, что в этот момент она пошла на консультацию к онкологам, а я улетела за границу. И, в общем, онкологи посоветовали ей, пока она делает химиотерапию, не принимать ничего лишнего. И это, в общем-то, очень негативно сказалось. Она очень тяжело переживала химиотерапию, и после второй химиотерапии она, в общем-то, впала в кому, и она ушла. А сейчас у меня есть такой случай, больная у нее грудь. 20 лет назад у нее была онкология груди, и все у нас было великолепно. Ее как раз год назад сняли с учета онкологи. И, в общем, мы были все очень даже спокойны. Вдруг она приходит ко мне, она кашляет, кашляет, я делаю снимок. Смотрим там воспаление легких, которое через, мы там пролечились пару недель, сделали снимок, и оно не ушло. И мне стало очень подозрительно, и мы сразу выяснили, что это вдруг та старая онкология у нее пришла. Значит, мы начали с ней. Вот Лизонька сделала ей проверку, и мы стали делать очищение. Значит, это целый протокол по очищению организма. Если вы захотите, это будет отдельно. Вот. Короче говоря, через три месяца после того, что она делала очищение, я не могу сказать, что она не делала ничего больше. Она делала еще, так сказать, лечение по тета-хиллинг. Это действительно лечение по самосознанию. Я извиняюсь, что у меня русский такой не очень хороший. И вот эти две вещи через три месяца она сделала PET-сети. Это проверка всего тела. И оказалось, что у нее ушли метастазы из костей, и в легких ничего не было. То есть вот сегодня, да, вот сегодня она делает, уже прошло еще три месяца, она сегодня делает проверку. Но она чувствует себя прекрасно. Она уверена в том, что она совершенно здорова. Такие чудеса могут делать и эфирные масла, и наше внимание, и наши целостные клиники в Минске. И сначала короны, так сказать, эпидемии короны, и возле нее болело очень много людей. Я знала, что это, конечно, упадет и на нее. А у нее есть такой... Алло, Фаина, вас не слышно. Видимо, связь плохая. И, наверное, сейчас я проверю по участникам. Может быть... Да, микрофон выключен. Да, скорее всего, связь пропала. Сейчас слышно? Вот, сейчас слышно, да. Сейчас? Слышно? Да. А в каком моменте меня не стало слышно? Ну, что-то связь как-то тянется, да, может быть. Ну, я рассказывала про то, что... Как сейчас? Сейчас хорошо, да. Сейчас лучше? Сейчас лучше, да. Файна. Связь, когда уже сказали, что она считается абсолютно здоровой. Да, вот на этом вот как раз... И последний пример, который я хотела привести. У меня моя родная сестра, она работает главным врачом Минской поликлиники. И вокруг нее было очень много короны с самого начала. Я предполагала, что она может заболеть, а у нее с детства есть хроническое заболевание легких. И я волновалась, послала ей масла. И, конечно, оно произошло. Она заболела короной. Но она перенесла очень легко. Почему? Потому что с первой секунды у нее были масла. Она пользовалась Air в диффьюзере. Она пользовалась лимоном. Она пользовалась OnGuard и OnGuard плюс таблетками. В общем, все возможные и невозможные масла она пользовалась. Она натирала грудную клетку. Она натирала стопы ног. Она брала внутрь. Она дышала в диффьюзере. И практически через пару дней у нее температура мгновенно ушла, как только она взяла OnGuard в масло. И перенесла это довольно легко. Короче говоря, что я хотела сказать, что у нас есть в руках сильнейшая помощь, сильнейшие лекарственные препараты от природы, которые нам могут приносить очень много пользы. и мы можем этим пользоваться каждый день, каждую минуту и отдалять и болезни, и отдалять старость, и, в общем-то, жить качественно каждый день. Спасибо большое. Я извиняюсь, что было, если что-то не так. Спасибо большое, Фаине, нашему доктору Фаине, в том числе лидеру компании Дутера. Фаина, большое спасибо, что вы соединяете традиционную медицину с нетрадиционной, с ароматерапией, и хорошо это сочетается для ваших больных, которых у вас, я знаю, много, как у семейного врача. Все. Спасибо вам большое-большое. Вот мы послушали доктора Михаила Константиновского, мы послушали доктора, кандидата медицинских наук Елизавета Черезькова, мы послушали доктора Фаину Александровича. И вот что говорят врачи, специалисты с большим опытом, как традиционной медицины, так и эфирных масел, и ароматерапии, что, в принципе, это нужно всем. То, что мы услышали сегодня, это то, что это нужно просто в каждый дом, в каждую семью, что это нужно всем. И что самое, вот я услышал, например, я думаю, вы тоже услышали, что глобально, что это, сегодня говорили про дезинфекцию воздуха, вот именно они поверхности, можно и поверхности. Но большинство вирусов, таких как грипп и другие вирусы, мы получаем воздушно-капельным путем, и что очень важно дезинфицировать воздух. И для этого есть специальные диффузоры, и мы можем ставить это в наших помещениях. Хорошо Елизавета рассказала, что может дезинфицировать маски в том числе, если это не наше помещение, или мы находимся в транспорте. Пожалуйста, опять же, защита. То есть первое, что мы услышали, что это хорошо дезинфицировать, что это нам очень сейчас актуально. Второе, что мы услышали, что это, с чего начал даже Михаил Константиновский, доктор Михаил Константиновский, что это наше психоэмоциональное состояние, наше духовное здоровье, про это же говорила Елизавета, и про это же говорила и Фаина, доктор Фаина, то это тоже очень важно, это антистресс. То есть если мы будем усиливать наше психоэмоциональное состояние, балансировать, то устоить нашей защитной реакции, потому что все говорили про то, что это в том числе наш иммунитет, наши защитные реакции на разные раздражители, на разные инфекции, на разные заболевания. То есть наши защитные реакции резко возрастают. Тем самым мы начинаем меньше болеть. Или те же вирусные или другие болезни проходят у нас в легкой форме. А что сегодня все говорят, что больше всего, кому опасны вирусы, это людям, у которых что в группе риска, у которых снижены иммунные защиты, снижены защитные реакции. То есть для них вирус – это легкая добыча. И поэтому здесь у нас с одной стороны дезинфекция, что очень хорошо, с другой стороны за счет антистресса и хорошего настроения, повышения наших иммунной системы защиты. Лиза сказала, но я думаю, у нас уже нету просто времени, что я закачивал пищевой институт, я на самом деле все врачи, а я пищевик. Но, как говорил Гиппократ, известнейший философ и врач, которому врачи, кстати, клятву дают, Гиппократ говорил, пусть пища станет твоим лекарством. И поэтому я очень люблю еще в ароматерапии, в эфирных маслах, качественных эфирных маслах, которые можно принимать вовнутрь, что можно сделать с помощью эфирных масел вкусную и полезную пищу, по Гиппократу, чтобы пища стала твоим лекарством. Вот, видите, я сказал врач, не пищевик, да? Я закачивал пищевой институт. И что я хочу еще сказать, что сегодня вот мы услышали очень много разных названий, да? Вот если кто-то есть новенький, кто еще не зарегистрирован, да, который еще не пользуется продукцией компании Дутера, да, то он услышал про лимон говорилось, очень хорошо про лаванду говорилось, замечательно из-за этого рассказывала про ладан, про франкенсенс. Михаил упоминал, помимо лаванды, лимон и перечную мяту, да? Про регано говорилось, да, сегодня. Про ангар, конечно, на страже, да? Про дзен-пищеварение, да, сегодня говорили. Вот смотрите, на самом деле все эти вот масла и смеси у компании Дутера специально собраны в таком наборе, да, есть такой регистрационный набор, он называется эфирный дом, мы его еще называем семейная аптечка, потому что вот каждый из этих эфирных масел имеет разные такие, разные способности, да, и около 10 способов различных применений в домашних условиях, а 10 умножить на 10, это получается 100, то практически мы покрываем все необходимое нам, как семейная аптечка, как скорая помощь на дому. Я понимаю, что сегодня вам рассказывали, но это все рассказывали быстро, и многие, конечно, это все не усвоили, но у нас к этому набору у нас есть еще специальный курс, он так и называется, курс «Семейная аптечка. Эфирные масла в каждый дом». То есть все, кто приобретает такой набор, он получает этот курс в подарок, и курс ведет ароматерапевт Ольга Савчук из Белоруссии, это я хочу сказать, что это вам всегда, этим можно воспользоваться и всегда разобраться со всеми эфирными маслами и эфирными смесями этого набора. Но самое интересное в этом месте, я хочу сказать, что этот набор, надо вот понять, что сегодня для новичков это самое лучшее вступление в компанию Дутера, самое лучшее вступление, знаете, введение в ароматерапию. Потому что, как я сказал, набор очень продуман, а во-вторых, он у компании специально, поскольку это первый раз для человека, он идет с очень большими скидками, люди очень любят скидки, и в принципе любой человек, который регистрируется в компанию Дутера, он имеет 26% скидки от розничных цен через интернет-магазин, то есть это уже 26% скидки, но этот набор новичок покупает со скидкой 28% от цен дистрибьютора. То есть я вот здесь выписал, сколько стоит по ценам уже со скидками, по нерозничным, по оптовым ценам, сколько стоит лимон, перечная мята, лаванда, чайное дерево, орегано. Я выписал в шекелях, но то же самое в рублях, то же самое в евро. Если мы говорим про Европу, мы к этому подойдем. Я просто как пример собрал все эти цены, цены дистрибьюторские, цены оптовые, и сложил, и получается, что это 1248 шекелей, а набор стоит 1050. Помимо того, что здесь уже 200 шекелей скидку цен дистрибьютора, к этому набору идет, вот видите, вы на картинке видите, диффузор. Это прибор такой, как современный метод окуривания, что делали древние. Они сгоняли злых духов, брали эфирно-содержащие культуры, нагревали, при нагревании эфирные масла вместе с дымом распространялись в помещении, и злые духи, так сказать, сгонялись, чтобы они не поселялись в человека. Все болезни раньше считались, это слой дух поселился. И в общем-то, это правда. Мы сегодня видим вирусы и бактерии, которые, да, поселяются и создают нам болезнь. Вот этот диффузор, который стоит 194 шекеля, он идет в подарок. Помимо того, что уже масла покупаешь дешевле оптовых цен. Еще дается еще и каталог, красивый каталог на тех языках, на котором человек разговаривает. То есть на русском, кто-то ходит на иврите, кто-то говорит на английском. То есть суммарно, вообще человек получает продукцию на 1472 шекеля по оптовым ценам, вместо 1000, а платит 1050. Вот отсюда я и говорю, это экономия 422 шекеля или 28% еще скидки после 26% скидки от дистрибьюторской цели. Но и это не все. Сегодня, сегодня у компании Дутера, причем на всех рынках, и мы сейчас пройдемся, есть еще дополнительные, но это на один месяц, это только до 31 августа, есть дополнительная, так называемая, промо-акция для новичков. Пожалуйста, все, кто уже в компании, подумайте о своих знакомых, о своих близких, насколько вы поняли, нужны им эфирные масла, и чтобы они еще получили максимальные скидки. Вот я говорю, на этот набор уже идет дополнительная скидка 28% от цента дистрибьютора, но если воспользоваться промо-акцией для новичков, то есть любой новичок, который регистрируется с 1 по 31 июля, то есть не по 31 августа, я сказал, по 31 июля, с 1 по 31 июля, у нас сейчас июль идет, заказом от 100 PV, а этот набор 200 PV+, то есть абсолютно подходит чек, получает дополнительно, после 20 августа он за это получит подарок, ну, скажем, вызывали это на 177 шекелей, 50 так называемых LRP бонусов. Вот, еще дополнительный подарок. Хочу сказать, что рекрутера тоже не обидят, и рекрутер получит такой же подарок дополнительный за то, что он посоветовал людям пользоваться эфирными маслами, компания ему тоже подарит, тоже сделает подарок на 177 шекелей, где он после 20 августа сможет взять все, что он захочет. Но для новичка, на самом деле, если мы к этим 422 шекеля прибавим 177, это получится уже 599 шекелей подарков от центра дистрибьютора, или это 36% скидка от дистрибьюторских центров. То есть это только в этом месяце, до конца июля. Поэтому постарайтесь воспользоваться этим. Ну, это я говорил про Израиль, но на самом деле, если человек, не все живут в Израиле, есть большой рынок Европы, люди живут в Европе, но на самом деле в Европе то же самое есть такая же промоушен, что человек регистрируется в Европе, с 1 по 31 июля, тоже получает 50 LRP дополнительных подарков. На 50 LRP. То есть это как на 50 долларов. Получает дополнительных подарков, и то же самое у него получается. Та же самая цена с теми же самыми скидками, с тем же диффузором в подарок. Это где-то получается 225 евро. 225 евро это даже меньше, чем 1050 шекелей. Но, скажем, если ему нужна доставка в какую-нибудь страну, скажем, как в Израиль, то это будет где-то плюс-минус похожие цены. Но не больше. И те же подарки получит. На 50 долларов получит новичок дополнительных подарков. что очень хорошо для него. И 50 человек, который его пригласил. И что касается России, что касается российского рынка, тут немножечко промо-акция. Чуть-чуть другая, но смысл, что также новичок берет с большой-большой скидкой вот этот набор, что это выгоднее, чем дистрибьютор не может купить такой набор себе, потому что это только набор для регистрации, только для новичка. Там также идет диффузор в подарок, масла дешевле, и одновременно на все заказы, которые сделаны в России, в том числе Казахстан и Белоруссия, туда же входит в этот регион, если покупка через Москву, через АТГ, Россия, с 1-го по 31-го, то еще идет в подарок клементина, эфирное масло клементина 15 мл, кипарис, ну тканский, это японский кипарис, эфирное масло 5 мл, и белый грейпфрукт 5 мл. То есть тоже шикарные подарки, то есть помимо того, что уже сам набор, он является, так сказать, промоакцией, то есть в нем заложена промоакция. Еще плюс, видите, на всех рынках, я сказал, и Россия, и Казахстан, и Белоруссия, и Израиль, и все страны Европы имеется такая вот акция. И при наличии, что вы знаете, сами большинство, кто сегодня присутствует, пользуетесь продукцией дутера, пользуетесь эфирными маслами, знаете, насколько они нужны, знаете, насколько они необходимы в каждый дом, так сегодня у нас 25 июля, есть еще 6 дней, чтобы ваши знакомые не только приобрели эфирный дом со скидками, с подарком, дипузор, но еще воспользовались промоакцией для новичков, которые я вам сейчас назвал. Как сказал Михаил, вы вспомните, чем отличается любить себя и эгоист, что любить себя – это делать для себя хорошо, а эгоист – это когда кто-то должен для тебя делать хорошо. Но еще есть слово эгоист, когда ты не хочешь сделать для другого хорошо, другому что-то посоветовать. Вы же а мне хорошо, а что ему плохо – это его проблемы. Так вот, не будьте эгоистами, поделитесь. Вот этой информацией, что вы сегодня услышали, кстати, ведется запись, скоро я выставлю потом запись сегодняшнего занятия, будет запись. Так вот, не будьте эгоистами, поделитесь со всеми своими друзьями, знакомыми. Захотят, они да, приобретут то, что вы им советуете и большие скидки, и очень хороший товар, как говорится, и как раз до конца месяца еще дополнительные скидки. Плюс актуальность сегодня про вирусы, стрессы, иммунную систему, группа риска, то есть не надо никому объяснять, уже по телевизору все объяснили. Вы только должны им просто, так сказать, показать, как можно любить себя и как можно себя защищать. То же самое, что делаете вы. А они уже будут решать, послушаются они вас, не послушаются. Примут они ваш совет, не примут, но не надо за них решать и обязательно скажите. Потому что если ваши знакомые тяжело заболеют, а вы им не рассказали, это будет, как говорится, на вашей совести. Потому что, может быть, они тяжело заболели, потому что у них отсутствовала нужная информация. Если бы она присутствовала, то они бы начали пользоваться эфирными маслами. И вот, как говорила сегодня доктор Файл Александрович и доктор Михаил Константиновский, и доктор Елизавета Очередько, то, возможно, они бы те же заболевания или не получили, или бы они у них прошли в легкой форме. Поэтому это зависит от вас. Когда вы им рассказали, и они уже приняли решение, да или нет, тогда это уже зависит от них. Это уже не зависит от вас. Поэтому не будьте эгоистами, делитесь. Я всегда говорю, что есть такое вот, Михаил Константинов сказал несколько правил, у меня есть тоже такое правило. Я говорю всегда так. То, что хорошо для меня, хорошо моим друзьям и близким. Это мое правило. Поэтому все, что хорошо для меня, я обязательно делюсь с друзьями и близкими. На этом наш сегодняшний вебинар заканчивается. Я желаю всем здоровья, успеха, хорошего настроения. Пользуйтесь эфирными маслами. Это ваши помощники во всем, что я только что сказал. И в успехе в том числе. Я останавливаю запись, и мы, если у кого-то есть вопросы, мы постараемся ответить на вопросы. Сейчас мы останавливаем. демонстрацию экрана.